Я прям по-настоящему почувствовала, что такое нулевое состояние. Я, правда, не поняла, это было мгновение или вечность, но совершенно чётко я вообще не чувствовала ни своего тела, ни своего ума, я не чувствовала никаких эмоций, я только чувствовала, что как будто прям я это всё. Я это всё, это что? Не знаю, но всё и всё. А, то есть вы имеете в виду всё, всё, всё? Вообще всё. Вселенная вся? Да, то есть у меня не было границ. И потом вдруг у меня возвращаются эмоции, какая-то такая эйфория, ой, как же это здорово. И потом маленькая грусть, ой, как жалко, что всё уже прошло. И вот прям вот такое состояние, и теперь я всё. Как вы это сделали? Не знаю, я рассказываю. Я танцевала, ну просто делала, сначала просто дрыгалась, там прыгала, потом у меня ритм какой-то пошёл. Сейчас, сейчас, секундочку. Люди, которые будут нас смотреть и слушать, они же не в курсе дела. Вы скажете, с чего это у вас, вы решили танцевать или что? А, это по вашим рекомендациям. Так, то есть вы... Да, вот первые дни ваших занятий, вы мне сказали, никакой синхрогимнастики, начинаем с разгрузки. Правильно. Я два дня делала разгрузку. У вас синхрогимнастика не помогает, потому что у вас много проблем. Я сказал, для людей, которые уже где-то завязли в жизни, в своих проблемах, им надо сначала как бы съездить в санаторий, отдохнуть, восстановиться. Поэтому им надо сначала, до синхрогимнастики, сначала разгрузку, освободиться от всех негативных переживаний, эмоций, блоков напряжения, зажатости, болезни. Сначала разгрузиться, а потом через несколько дней перейти на 5-минутку, на синхрогимнастику, чтобы поддерживать у себя хорошее состояние. И вы начали делать разгрузку. Да, да. И я делала разгрузку. Наверное, 3 или 4 дня. По сколько времени? Ой, сначала-то у меня вообще было мало. Ну, минут 5-7, и я сразу засыпала два дня. Правильно, потому что вы были истощены. Правильно. Я спала прям. Вы заснули и сразу заснули. Правильно, а потом? Да. На третий день я спала после загрузки 20 минут таким сном глубочайшим. Я проснулась бодрая, веселая, здоровая. Это прям такой вот 20-минутный прям сон глубокий. Без снов, без всего. Понятно. Потом. А вот потом у меня первый раз я почувствовала что-то похожее на ноль. Я не поняла, правда, что-то какие-то новые ощущения, какое-то спокойствие такое было. И вот после этого я с вами сейчас связалась и сказала, что что-то было похожее на ноль. И на другой день, когда я стала делать разгрузку, я попала в какой-то ритм африканского танца. Так, молодец. У меня все тело крутилось, вертелось, вибрировало. Все клеточки у меня жужжали. Я очень много все это делала, ну, 15, наверное. Потом все стало плавно-плавно переходить в какой-то замедленный ритм. Кстати, вы мне сказали, что нельзя резко все бросать. Да, да, да. Я как-то даже забыла ваши слова, простите меня, Хосе Макомедович. Я просто отдалась своему телу. Да, правильно сделали. Отдали своему телу, и оно само вытворяло вот что, африканский танец. Да. Я хочу, чтобы вам сказать, очень интересно, чтобы вся школа наша знала. Почему африканские танцы существуют? Почему существуют другие танцы? Это же у нас в природе. Когда у нас энергия, напряжение, человеку надо выбросить это напряжение, снять это, тем самым регулировать свое состояние с помощью танцев. Поэтому пошли африканские танцы, пошли другие танцы, и третьи танцы, и так далее. Потому что когда, и вот есть страны, в которых это как культура, где им позволяют танцевать. Они там и более здоровые, потому что они пару пускают. А там, где это не принято, там более больные, там люди больше водку пьют. Парта надо выпустить. Вот на клубе, например, танцуют, поют, и там более здоровые люди, хотя более нищие, может быть. Правильно? Это все организм наш, да. И вот вы танцевали, у вас это и получилось. Я ведь не просто танцевала, я еще и пела. И пели? Какие-то одинаковые звуки, типа там пши-пши-пши-ши-пши-пши-пши-ши. Что-то само у меня получилось такое внутрь, какие-то одинаковые какие-то полушипящие, полусвистящие какие-то звуки. Вот это все вместе у меня был африканский танец. А теперь я вам скажу интересную вещь. И йога, и другие методики, на чем построены? Они же этого не знают, что это на самом деле естественные процессы организма. Они просто кусочки эти, щипящие, какие-то мантры, это кусочки этого процесса. Они отдельно изучают, они говорят, будешь мантры делать, будешь щипящие звуки произносить, и тебе будет... Правильно, кусочек тоже, если делаешь, заводится целый, тоже есть, но не у всех. Поэтому наша школа как раз этому всему и обучает, чтобы люди понимали, как вообще организм устроен, и как провести себя в согласии с самим собой и со всем миром, чтобы гармония была. А вы помолодели, кстати говоря. Ну, самое поразительное, что все это происходило независимо от моего сознания и моих желаний, моей воли. Было такое впечатление, что что-то внутри у меня рождается потихонечку, и что-то вот делает, делает, что-то формирует. Ну, понятно, но что-то независимо от вас. Я вот не поняла пока этого. Нет, нет, я имею в виду, когда мне петь очень хочется, я пою, это не значит, что мне это независимо от меня. Я же в любой момент могу остановиться. А мне не хотелось. Это другое дело, вам не хотелось. Потому что, когда вы вошли в поток, вам не хочется останавливаться, вам так хорошо, потому что все напряжение, которое было, оно выходит, 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 и вышло, и потом вы успокоились. Да. Поэтому потом у вас было нулевое состояние. Да. Когда вы растворились. Ради этого нуля, ради этого нуля, Будда ходил 30 лет и сказал, что такое это нирвана, вот это нирвана. Это бесконечное растворение, это когда нет эго, когда нет тебя, нет части, а когда ты сама природа. Это растворение называется еще по-другому. Это называется самадхи. Самадхи. Я недавно в Фейсбуке ставил, сколько люди писали о самадхи, великие ученые писали, о самадхи великие учителя духовные говорили, что есть такое трансцендентальное состояние, лежащее в глубинах природы мозга человека, которое человек осознает в определенных условиях. Вот вы это осознали после разгрузки. После танца, после пляски, когда лишние слова вышли на это состояние, самадхи, самадхи. Об этом бэнди говорят, об этом йоге говорят. Это вершина просветления, когда ты узнаешь наконец, что лежит в глубине тебя. А там ничего нету. Это нулевое состояние на самом деле. С обратной стороны весь мир. Весь мир в одной точке, это есть нулевое состояние. Это есть самадхи. А вы посмотрите, у меня на Фейсбуке есть там пост такой, когда я говорю о самадхи. Есть фильмы о самадхи, можно набрать в поисковике. Это очень интересное явление, нулевое состояние. Там, ну там, когда об этом говорят, людям не посвященным. Там говорят про Шиву, говорят там про Атман, Брахман. Это все эти боги, да? Ну, а они люди, которые не понимают, о чем речь идет, они застревают на этих словах, у них свои образы возникают, они до конца не дослушают этот фильм. У меня один парень сидел и говорит, о, я этим как раз и занимаюсь, я специалист в этом деле. И он другим, это Атманы, Брахманы, там туда-сюда, да? Что запомнил. Ну да, но он только не понял, о чем фильм. Он не досмотрел до конца, застрял на впечатлительных моментах. А на самом деле фильм был о том, что с древнейших пор, миллионы лет, ну условно говоря, тысячи-тысячи лет, человечество знало, что в основе работы его мозга лежит вот это состояние. Вот это состояние, когда нет эго, когда нет участия, а есть его полное растворение со всем. Вот это состояние нирваны. Вот это состояние, в этом у мусульман есть такое направление мистиков, которое называется суфи. Суфи, которые кружатся. Состояние фана называется. Фана. 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 В других там религиях или где-то это состояние просветления, просветления. Когда человек вдруг понял, что... Ну и пусть это вот такое ощущение к жизни другое, вот такое. Да что я из-за этих проблем вот так с ума сходил? Другое отношение к жизни воспитывается. Мудрость какая-то появляется. Потому что ты вдруг начинаешь чувствовать, что ты природа единая. У меня тоже уже было два таких вот наблюдения за собой. Первое наблюдение для меня было очень значимым, потому что для меня это был уникальный совершенно случай. Представляете, я сейчас расскажу, можно? Конечно. В общем, я записалась в этот московский театрал и с сестрой мы как-то раз пошли на занятия. Нас всех поставили на сцену, а я человек очень скромный, вообще никогда не участвовал. Где-то там во второй ряд, встала одна, все впереди, а я сзади. И вдруг мне показалось так грустно, что я там встаю сзади? У меня прям, это после, кстати, вот этого нулевого состояния, у меня такая мысль. Ну ты же можешь выбрать что-то другое. Прям кто-то мне какой-то голос сказал. И я спокойненько так чуть-чуть подвинула людей, мне уступили место. Я встала в этот ряд и думаю, это же был мой выбор. Я же могу поступать уже как я решу сама, как мне удобно. Я бы никогда в жизни не решилась, я бы тогда бы стояла во втором ряду. А тут какая-то сила появилась, я стою среди всех так ровненько, одинаково, такое было блаженство. Боже мой, я теперь могу уже выбирать, как мне поступать. Конечно, вы знаете что, интересно, вот это и есть мудрость. Чем отличается человек от животного? У человека есть выбор. Но у меня же не было раньше выбора. А потому что... Чтобы не хватило сил, уверенности в себе, я бы так и стояла там сзади. Конечно, потому что вы были задействованы стереотипами, шаблонами, воспитанием. Вот это вот, когда у человека нет выбора, это когда? Когда он не видит равные возможности у всех. А все куда-то задействованы. Вот вас воспитывали вот так, будь скромнее. Это, конечно, хорошо быть скромным, но надо же иметь выбор. Когда быть скромным, а иногда быть и активным, правильно? Так вот, человек, в отличие от животных, имеет выбор. А вот это нирвана, или вот это самадхи, или вот это фана, а это дао по-китайски, дао по-индийски еще какими-то названиями. Это состояние нулевое. Когда все шаблоны уходят, стрессы уходят, страхи уходят, ограничения все уходят. Когда вы чувствуете себя едины с природой, вот тогда у вас и появляется человеческое начало. Развивается способность иметь выбор. Вы теперь не будете так застревать в этих шаблонах, в авторитетах, подражаниях какому-то кумиру. Кто-то вам что-то сказал, что-то посоветую, вы будете сами самостоятельно иметь свои... Решать сама для себя, да. И как-то сейчас стало смелее. Я легче уже, не знаю, бывают такие ситуации, мне хочется что-то просить, куда-то идти, говорить. А сейчас он как-то легче становится. Ну вот, вы становитесь человеком. Да, вы становитесь творцом себя и своей судьбы. Вот-вот-вот ради чего вся йога, цигун, философия, все существует ради этого. А мусульманский мистика, суфизма Аль-Газали сказал, познание Бога начинается с познания себя. Пробовал, видите. А в западной культуре, да, об этом же Геоты писали, об этом же писал Пушкин. Все-все-все об этом пишут разными словами. Познавай себя. Мы с детства слышим эту фразу, познай себя. А в школе даже урок такого нет. Ну это же такое противоречие века. Ну как можно? Ну потому что метода раньше не было простого. Поэтому вот познание себя, вот это самообразование отдавали на откуп кому угодно. А люди путаются. Там какие-то лжи учителя появляются, какие-то лжи йоги появляются, которые вообще понятия не имеют, что такое йога. Лишь бы за деньги там группы какие-то ведут. Есть, конечно, очень умные йоги. Есть, конечно, очень умные преподаватели йоги. Мои личные друзья есть в йоге, которые ведут такие секции. Молодцы. Я говорю в основном, в общей массе. Основная масса, да. Да. Они путаются. Поэтому мы создали нашу школу, человек будущего, Homo Futurus, ликбез против невежества, ликбез против неграмотности, ликбез против стресса, чтобы человек простыми приемами мог быстро привести себя в нормальное состояние и быть человеком, иметь выбор. Да. Спасибо большое. Просто я настолько себя почувствовала. Вы помолодели. Как-то свободнее почувствовала. И знаете, я ответственна, между прочим. Свобода, свобода. И ответственнее я себя почувствовала. Раз я принимаю решение сама, как мне быть, значит, тогда я и последствия принимаю за него, да? Конечно. Значит, я ответственность принимаю. И не страшно эту ответственность принимать. Что-то какое-то удивительное качество. Страшно отвечать, да? А тут как-то прям легко отвечаешь. Да, я так сделаю. И что я отвечу? Так вот, это и есть свобода и ответственность. Это есть, о чем говорил Сократ, о чем говорил Пифагор, о чем говорили все, все из древности, из древности, из древности, из древности об этом. Что свобода – это не есть анархия. Свобода – это здравый смысл и чувство гармонии. Это ответственность. Конечно. А как легко с таким чувством-то жить-то? Ой, ну… Некого винить? Ни на кого сваивать? Сразу же думаешь, что тебе это делать не стоит и что это будет дальше? Это вообще совершенно классное состояние, когда ты понимаешь, что каждый твой шаг, ты принимаешь его сама, и ты можешь его принимать, в конце концов, можешь не принимать, но твои последствия будут твои, что тут? Все от тебя не зависит. И самое интересное, что это естественно и нисколько не трудно. Ну, знаете, пока это не переживешь, это можно читать во всех книгах, это можно читать, не знаю, Каннеги читать, да кого угодно. Но одно дело – это вот через себя пропустить и почувствовать – это вот ваш метод. Это нормальный мир, это нормальная реальность, но пока человек не попробует, никогда не поймёт. Потому что на каждом слове он будет застревать, наполнять своими ассоциациями, своими образами, и он не продерётся до истины. А истина проста. Сними напряжение лишнее, восстанови своё состояние, и ты увидишь свои шансы, которые выпадают постоянно, как идёт снег на улице. И ты сможешь их увидеть, и их использовать. Конечно, это быть свободным. Лечиться и восстанавливаться, и создавать можно только в будущем. Я взяла дневник, и всё записываю. Мне так это сейчас всё интересно, столько я прям чувствую, что вот этот идеорефлекторный механизм, он прям какая-то глубинная-глубинная вещь, прям основа всего-всего. Мне кажется, куда ни коснись, в какое направление и иди, обязательно ты сюда вот наткнёшься на это. И если ты уже этот метод освоишь, у тебя такие горизонты открываются. Замечательно. И самое главное, никаких трудностей там нет. Это прийти к себе, это естественно, потому что вы к себе пришли. Ну, знаете, я одну вещь хочу вам сказать. Да. Да, Саин Магомедович, если бы я вам не позвонила, а если бы я просто читала и даже смотрела, я бы так это не прочувствовала. Возможно, это невозможно. Просто это настолько эффективнее получилось, прям как шквал обрушился на меня новым. Когда вы получили пару рекомендаций, вы их использовали. Перед тем, как вас с вами пообщаться, я же много читала, я и пробовала, и синхрогимнастику делала, чуть ли там не целый месяц. А когда с вами стала вот общаться, как-то у меня прям всё сразу раз-раз-раз-раз. Ну, понятно, потому что я педагог опытный, вот и всё. Я же всю жизнь этим занимаюсь. Это как в любой школе, от учителей тоже многое зависит, правда? Очень много. Спасибо, до встречи. Я думаю, что через встречу... Только вопросик, последний вопросик. А теперь-то ничего делать. Продолжайте. Просто разгрузку, а синхрогимнастику пока не делать. Уже можете на синхрогимнастику переходить. Пять минут день, пять минут день, пожалуйста. А через ДА-34 напишите, как у вас дела. Обязательно. Спасибо вам большое. Всего вам самого замечательного. Здоровья, здоровья, здоровья. Спасибо. Спасибо, но я вам тоже говорю, что вы молодеете. Вы сейчас увидите, через три-четыре дня что будет. Давайте. До встречи. Спасибо большое. До встречи.